Друзья, всем привет! Сегодня утке 35 дней, здесь, наверное, будет ветер, в общем, плохо слышно, поэтому поменьше говорим, побольше взвешиваем. Но все равно нужно сказать мне, наверное, пару слов по условиям содержания птицы. Не слышно, мы зашли в курятник, чтобы обсудить основные моменты по выращиванию нами утки мулар. Смотрите, мы выращиваем в условиях, которые можем ей создать, с минимальными финансовыми вложениями, то есть экспериментируем. Они противоречат эти условия, значит, условиям выращивания по инструкции, да, то есть по инструкции мы должны создать довольно-таки приличную температуру, да, для их обитания. То есть там после инкубатора начинается с 28 градусов и только с месяца 15 градусов, да, нужно создавать им минимум. Плюс там высокие требования по санитарной, значит, обработке помещения. Короче говоря, очень близки к выращиванию бролера эти условия, вот, по температуре, по... С санообработком, значит, плотность посадки 5-6 особей на квадратный метр, это с выгулом, и 3-4 это с выращиванием без выгула. В общем, мы, получается, нарушили температурный режим. Они у нас в рассаднике жили под лампой при минус 5 по ночам на улице, как раз попали вот в это похолодание. Значит, нарушали в этом плане. Плюс плотность посадки у нас сейчас превышена. Ну и, короче говоря, что еще? Не знаю, вот так, короче говоря. Что мы делали, в свою очередь, по пропойкам? Пропойки стандартные, как обычно, ничего особенного. То есть это витамин, вот, гоматоник или аминовитал, я уже не помню, что... И витамин 1-2 в течение, ну, где-то 5-7 дней, точно не помню уже. Скажешь, что шприц это не укол. Нет, это я просто набираю, объем необходимый развожу на это самое, на банку. Да, причем, значит, если раньше инструкция была прописана где-то там 0,3 мл на литр, на литр шло, да, то сейчас инструкцию написали на сайте, вот, кто продает этот препарат, 1 мл на литр. И, короче говоря, не знаю, вот, кому верить. То есть то, что на банке написано здесь сейчас, до сих пор написано 330 мл на 1000 литров воды. То есть получается 0,33 мл на литр здесь написано на банке. Деление, правильно? Маленьких, или маленьких деления от кубика. Да, а на сайте производителя написано сейчас 1 мл на литр. Ну, короче, я... Миллилитр это кубик, я правильно понимаю? Да, я... Целый кубик на литр? Да. Вот, я, короче, делаю золотую середину 0,5 пока, вот так. Там, мы уже касались этой темы, есть варианты по таким вот работам, как дебекирование клюва, обрезка когтей. Обрезка когтей идет, значит, в 14 дней, а обрезка клюва в 21 день. В руководстве по эксплуатации указано, что в 42 дня нужно проглистогонить утку, и в 49 дней там стоит вакцинация от пастерилеза. Но примечание, значит, что это по необходимости, в зависимости от региона выращивания птицы. Ну, не знаю, что значит, видимо, эти условия, вернее, необходимость соблюдения вот этих условий в каждом регионе свои, что ли, не могу сказать. Вот. В свою очередь, ну, не знаю, мы не видим смысла особого. Чего и бестогонить, она в два там с чем-то месяца на забой идет. А коксидиоза тоже, ну, не знаю, мы, короче, не хотим ничего давать там, ничем пропаивать и так далее. То есть чисто комбикорм, трава, которую они не особо едят, и у нас размол идет там, пшеница, кукуруза. Лук хорошо едет. Лук хорошо едет, да. На улице дождь начался, а у нас весы. На улице дождь начался, там весы, да. Отлично. Побежали? Уже рады, кстати, дождю, весы не очень. Вот. Подожди, что-то еще спрашивали. По, значит, что, чем кормим. Кормили мы стартом бройлерным до какого возраста-то я уже забыл. Наверное, где-то дни до 25, вот так. Вот. И сейчас размол пшеницы, кукуруза. Пшеницу в основном, кукурузу я для бройлера уберегу. Вот. И, этот, как вам, вот. Пуриная финиш. Пуриная финиш. Да, мы записываем, сколько они расходуют. Вот отдельно у них кучка лежит. Это для них. Потом посчитаем, посмотрим, сколько съели. Взвешивать. Ну что, пойдемте взвешивать, да, пока вроде бы дождик прекратился. Солнышко. Сейчас взвесим. Значит, смотрите, по весам сразу скажу, без ветра. Селезни где-то 2,200 должны там быть в 35 дней. Там, в общем, есть три таблички. Гибрид это какой-то бывает трех видов. В общем, какой у нас, я не знаю. Ну, давайте средний возьмем. Они, эти веса чуть-чуть отличаются там где-то в рамках, наверное, 200 грамм. То есть, средний это 2,200, это будет у нас селезень. И килограмм 900, это будет утка. Вот. Пойдемте, посмотрим. Клаготная птица, конечно, очень. Вышли, вышли, зайка. Котика, подожди, подожди, что-то тут есть. Сейчас мы... 8, что-то тут 8. 8 рублей. Все, давай. Я с ведро сними. 305? 305. 305, почему? Скажи, уже на грин опачкали на 15 грамм. Ален, отойди. Котика, не пугай. 2,375. Так, как ты ее? Давай сюда. Глаза. Вот, вот. 285. Все, 285. Вот это, по идее, самец же должен быть, да? А кто его знает, я не знаю. Как их отличить? Поменьше какого-нибудь возьми. Мне кажется, это упитанный. Глаза. 2410. Ален, ты чокнулась совсем? Зачем ты бегаешь-то? Они и так боятся, а ты еще их пугаешь, зай. Вот, маленький. Ален, подойди. Кило 920. Все, ладно, просто бери другого последнего и все, да. Ребят, не будем больше, да? Вот там другого. Посмотри, нету, кстати, пятна у него черного на голове. Как говорили, что должно быть. Я хотела спину показать, кстати. Сейчас, подожди. Не отпускай его пока. Ален, отойди. Сейчас он у тебя клюнет в глаз. Да подожди ты. Кило 775 пусть будет. Спину я не успела показать. 35 дней. Посмотрите, вот спинки. В общем, тычки все везде. Пушинки уже везде в каждой тычечке проросшие. Поэтому, в принципе, я считаю, что наше мероприятие было очень полезно. И, видимо, своевременно. Потому что больше я не вижу нигде ни ссадин, ни крови свежих. И еще, почему АЦД-3, а не деготь? Мне кажется, что деготь потом с них никогда в жизни не стереть. Они, во-первых, все перепачкаются, и все будут в этом дегте. А АЦД-3 и залечивает хорошо. И, посмотрите, неделька прошла, и больше от него и следа не видно. 5 дней. 5 дней прошло, да. Самый смущающий момент выращивания муларда и неприятный, то, что они такие пугливые. Да. Ну, геморрой, короче. Они друг друга сами себя травмируют из-за этого. И не как вот деревенская утка, да, которая ходит по двору спокойно, там пощипит травочку, травочка такая вся умиротворенная. Нет, это не такие. Причем, вот смотрите, мы выгул для них сделали, они выходят туда, ложатся и просто тупо лежат. То есть траву вообще, ну, так вот, раз там щипнут, может быть, в 10 минут, и все на это. Только лук вот они поедают периодически. Ну, что, отпускай, все. Вот сейчас, давай, я выгул открою, пускай уже. Они наоборот зашли, да? Да. Они очень любят компанию. Они сейчас погуляют. По одному не хотят. Ты пошире открой тогда. Ой, смотри, тот с другой стороны пришел, только в эту. Нет, мой маленький, не проникнешь ты сюда. Идите погуляйте. Ну, наконец. Тап-тап-тап-тап-тап-тап-тап, конечно. Вот и все. Вот так они и будут вот в таком миссилове его находиться. В бочку, смотри, залез. Вот балбес вылезет. все-все-все пошли-пошли-пошли ругаться на нас выходи то что мешает выходи все балбеса давай только на руках по ходу возможно это сделать и осмотреть в кружок встают и толкаются то есть все вот в середине кто в самом невыигрышном положении находится со всех сторон его подпирают вот эти вот тушки толкающиеся этот островок толкающийся вот так это передвигается но все сейчас они успокоятся немножко там палки просто торчат нет не очень нравится что они там своими перепонками топают о господи ворванули а саша они так у нас до соседнего села добегут мы не успеем поймать то сейчас выгоню туда на травку на поле допустим что они в лесу здесь много этих вот тычков но вот пишем туда они вышли вроде на полянку там поменьше их каждое передвижение вот в обязательно заканчивается какой-нибудь там царапины у кого-нибудь на спине но по крайней мере не яркой кровавой ссадины как раньше на полянку перегонять пускай сами дойдут все взвесили да все на этом растим дальше всем пока но по саран